В 40 километрах от Хабаровска находится территория, куда доступ посторонним строго воспрещен. И тех, кто туда попадает, строго проверяют. Пункт хранения радиоактивных отходов находится, как ни парадоксально, в Большихихцирском заповеднике. Пять гектаров земли, куда привозят вещества, которые даже отработав требуют особого подхода. Мы сейчас находимся на территории заповедника. Насколько вообще влияет такой пункт на окружающую среду? Потому что выглядит все очень аккуратно, свежо и воздух очень чистый. Влияние именно на окружающую среду не оказывает никакого, потому что все радиоактивные отходы, которые находятся у нас на хранении, надежно изолированы. То есть елки себя здесь чувствуют хорошо? Прекрасно. Ну, вы, наверное, сами видите, что природа здесь просто цветет. А животные здесь рядом от вас не отходят в сторону? Такая зона отчуждения не создается? Нет, совершенно. У нас даже в последнее время активизировались лисички. И по рассказу сотрудников охраны, которые на видеомониторах могут наблюдать, лисенок вечером выходит, по всей видимости, одного из семи, самый смелый, и выпрашивает еду. Поэтому речи о том, что здесь опасно, быть в принципе не может. Дикое животное прекрасно чует опасность и никогда не пойдет на участок, который ему не нравится. Подобные пункты хранения территориально разбросаны по всей стране. У Хабаровского третья категория потенциальной опасности. К счастью, система обращения с радиоактивными отходами здесь работает так, что ни одной аварии за 56 лет не случалось. Сюда свозят отработанные приборы от самолетов, медицинских аппаратов и заводское оборудование со всего Дальнего Востока. Вот он пока есть в микрорентгенах. В городе, конечно, вот у нас 13 микрорентгенов, в городе меньше 20 нигде нету, 25 по 30. Главное при долговременном хранении – это надежная изоляция опасных отходов от окружающей среды. Обращение с ними – это комплексный подход и система, в том числе и кадровая. Сотрудники учреждения ежегодно сдают экзамены, провалить которые означает недопуск к работе на объекте. Подобные расчеты проводятся постоянно. Перед тем, как выехать за отработавшим источником ионизирующего излучения, необходимо провести вычисление. Зная активность источника, можно определить, сколько человек не без вреда для себя может находиться рядом и, например, предотвратить или убрать источник-контейнер. Территория пункта хранения разделена на две части – зона свободного и зона контролируемого доступа для персонала предприятия. Мы готовимся входить в зону контролируемого доступа. Нам выдали такие приборы специальные, называются дозиметры. Они помогут определить, какую дозу излучения мы получим. В зоне контролируемого доступа находится комплекс по перегрузке и хранилище радиоактивных отходов. Все источники ионизирующего излучения сюда доставляют в таких контейнерах. Чем больше степень, тем больше толще защита. Вот это вот здесь 7 сантиметров свинцовой защиты, плюс нержавейка, плюс 7 сантиметров. Вот посредине вот такое отверстие, остальное все защита, все свинецы. Это тоже у нас крылки. Вот чем меньше они, тем источник, значит, слабее. Чтобы правильно изолировать источник, необходимо знать, что внутри упаковки. Но это не всегда можно сделать сразу. В предыдущие десятилетия сотрудники обнаружили больше тысячи бесхозных источников излучения. На некоторых нету паспортов или вот даже были у нас в таком контейнере. Мы находили на свалке источник. Бесхозный. Чтобы идентифицировать источник, его необходимо вытащить из упаковки. Но предмет размером даже всего в сантиметр может в течение получаса выдать смертельную для человека дозу радиации. Поэтому вскрытие упаковки происходит в специальной комнате для разрядки. Здесь называют ее горячей камерой. Толщина бетонной стены 120 сантиметров. А за своими действиями специалист наблюдает через освинцованное стекло. Вот этими манипуляторами мы извлекаем источник. Тут у нас камеры. Смотрим, вот здесь на экране у нас появляется. Все видно отлично. Номер будет видно. Когда источник идентифицирован, специалисты подбирают подходящую упаковку. И источник готов перейти на хранение. Все эти сертифицированные контейнеры укладываются здесь. Это хранилище. И оно абсолютно безопасно. От самих источников излучения директор отделяет пять слоев защиты. Радиоактивное вещество упаковано как матрешка. Сначала его родная упаковка. Затем сертифицированная упаковка из металла. Сверху железобетонные емкости внутри хранилища. А над ним железобетонные плиты самого хранилища, на которых сейчас стоит директор. В месте хранения радиоактивных отходов, конкретно в зоне контролируемого доступа, значение на уровне фоновых 0,14 микроземверт в час. По периметру хранилища находится почти 30 скважин. Специалисты контролируют состояние грунтовых вод. Отбирается проба как раз в месте соприкосновения с грунтовым потоком воды. Здесь, здесь и далее на всей территории, где установлены скважины. Это еще раз повторюсь, позволяет контролировать отсутствие миграции радионуклидов в окружающую среду именно конкретно из места хранения. Просто так выйти с территории нельзя, хотя мы везде измеряли мощность дозы. Это последняя контрольная точка перед выходом в свободную зону. Аппарат точно подтвердит, что никакой опасный элемент не задержался на нашей одежде. Здесь установлены датчики. Ориентировочно в 2025 году. Наша местная система рассчитана на сотни лет хранения. В пункте окончательной изоляции они смогут безопасно и без влияния на окружающую среду находиться тысячи лет. Главный принцип системы хранения радиационных отходов – не перекладывать ответственность на будущие поколения. Состояние физических барьеров на пути излучения постоянно контролируется. Современный мир может использовать радиоактивные вещества, делая жизнь удобнее. А сотрудники пунктов хранения по всей стране делают последствия этого комфорта безопасными.